Субтитры сделал DimaTorzok Не дай бог за оскорбление, просто хочу вам рассказать о том, что сейчас творится в моей башке. Для тех, кто пропустил наш последний стрим, чтобы вы понимали, мне уже которую ночь подряд снится встреча Путина и Зеленского, на которую меня также приглашают. И мы на ней несколько часов подряд обсуждаем Канье Уэста. Владимир Путин так и объясняет, это все проклятый пиндос Канье спровоцировал нас отправить свои войска в Украину, дабы обеспечить рекламу своего альбома. Если кто не понял, объясняю. Вот такие квадратики постили все недовольные происходящим. А вот обложка релиза Донда от Канье Уэста. Вторая часть альбома вышла 23-го, войска ввели 24-го, и мне это показалось настолько логичным, что я до сих пор смотрю на этого парня с подозрением. А, если серьезно, то в-третьих, хоть катализатором данного выпуска и стал военный конфликт, речь пойдет именно о музыке. О музыке, о фанатах и об их отношении к якобы любимым артистам. Приятного просмотра. Небольшая рекламка и погнали. Я нередко сталкиваюсь с исполнителями, которые пишут, нам бы хоть немного пропиарить свое творчество. Но ребят, про которых ты и сам думаешь, блин, очень надеюсь, что люди обратят на них внимание. Не так уж и много, и проект Flectum один из таких. Крутейшие инструментальные композиции с прекрасными сэмплами голосов. Особенно в штыривают вставки с женским вокалом. Жанровый разброс от хаусца до ракешника. Даже Леому Хоулету было бы не стыдно показать. Крайне рекомендую ознакомиться. Крайне. Все необходимые ссылки в описании. Продолжение следует... В момент написания сценария, когда очередь дошла до выстраивания структуры повествования, я вдруг неожиданно понял, что немножечко вас обманул. Главная идея обзора была придумана еще очень давно. И изначально ролик должен был называться «Плюс-минус, почему музыкант должен быть эгоистом?» Или около того. А последние события лишь укрепили мое убеждение. Такой вывод был соткан из воспоминаний разных фрагментов с теми или иными артистами. И не спешите разочаровываться, если вы вдруг считали, что каждый исполнитель в первую очередь думает о благе человечества и вообще вокруг одни мессии. Нет, мессия он один. Так что смотрите. То, что мы делаем, это не имеет отношения ни к року, ни к попсу, ни к каким-то этим вещам. Мы в игры не играем, в общем дело. Поэтому, возможно, нас и любят. А может нас не любят, но нас, по большому счету, честно говоря, тоже, как честно говоря, не очень волнует. Любят нас, не любят. Ну, придут нам на концерт, не придут нам на концерт. Дело не в том, это... К нам приходят люди такие же, как мы. Приготовься пулять какашками. Собственно говоря, в отличие от Агаты Кристи. Не знаю, как вы, а я всегда, когда слышу нечто подобное, думаю... Да хорош пи***еть. Мне плевать, кто что обо мне подумает. Нет, никому не плевать, но... В конце концов, до меня дошло, что в вопросах творчества такого рода высказывания имеют под собой определенные весомые основания. Взять того же Летова. Большинству слушателей, Егор Летов известен как анархист. Я против всех, и все против меня. Я всегда буду против. Но с середины и до конца 90-х он поддерживал, ныне запрещенную на территории Российской Федерации, партию. И лишь потом, со временем, Егор скажет, я был и по одну сторону баррикад, и по другую. Правды нет, ни там, ни там. И если так посмотреть, найдутся ведь те, кому захочется окрестить Летова, переобувальщиком в воздухе. Да, но даже отбросив в сторону абсолютно адекватный тезис, что людям свойственно меняться, мы увидим, как ему действительно было пофиг, что о нем подумают. Он хотел петь про это, пел про это. Поменял позицию, запел про другое. Он ставил свое самовыражение выше обывательского осуждения. А может нас не любят, но нас, по большому учету, честно говоря, это тоже, как честно говоря, мне очень волнует. Кино. Они говорят, им нельзя рисковать. Когда Виктора Цоя спрашивали, а как вы пишете песни? А для чего вы пишете песни? А чем вы руководствуетесь, когда пишете песни? Он почти всегда отвечал так. Мы в первую очередь пишем именно те песни, которые нравятся нам. Мне скорее хочется этим заниматься. Конечно, мне приятно, что людям нравится музыка, что люди приходят на концерты, что зал всегда полный и так далее. Но в любом случае мы всегда делаем то, что нравится прежде всего нам. Я могу сказать в песнях, как, на мой взгляд, лучше. Что мне лично нравится, что мне лично не нравится. Если кто-то со мной согласен, слава богу, я очень рад. Если кто-то не согласен, я не буду его убеждать. Я не пишу лозунгов. Понимаете, это не... То же самое говорили и саббаты. Давно известный, много раз озвученный факт. Когда группа впервые живьем исполнила одноименную песню, ранее не представленную слушателем, в заливо царилась гробовая тишина. Это было новаторство. Совершенно новое настроение. Согласитесь, с точки зрения коммерции и конъюнктуры, не лучшая идея произвести первое впечатление именно так. Однако, цитата Оззи Осборна, «Мы пишем песни для себя, а если они понравятся кому-то еще, здорово». А стоит ли говорить про Квинов? Когда ты хочешь делать музыку в разных направлениях, стоит быть готовым к тому, что про тебя не только будут говорить «Вау, какой он талантливый, магет буквально во все, да парень разносторонний». Нет, также ты будешь слышать и про попытки усидеть на всех стульях сразу. Поэтому ты должен следовать исключительно за своими амбициями, будучи готовым, что от тебя может отвернуться какая-то часть фан-базы, и не факт, что на ее место придет кто-то взамен. Вспомните реакцию слушателей на последний альбом Linkin Park. Им устроили разнос, и к этому мы еще вернемся. Квины же никогда ничего не боялись, делали все, что хотели и как хотели. Нас назовут ЧСВшными? Плевать. Рок-группа и балет? Дайте два. Только Куин могли придумать песню с названием «Мы чемпионы». Куда подевался стыд? Не завезли. Мы совсем бесстыжие. Фредди Меркури проповедовал какой-то совершенно внеземной концепт, а именно балет. И лично мне, наивному дурачку, всегда казалось это странным, ведь именно твоя аудитория должна быть для тебя в приоритете. Но, как показывает практика, все далеко не так однозначно и романтично. Как вам известно, сейчас Россию со всех сторон пытаются, причем довольно успешно, обкладывать санкциями. И мне до сих пор искренне жаль, что я не успел официально запатентовать игру санкции Shot Battle. Выпивай каждый раз, когда вводят что-то новое. Ну, оно и хорошо. Большинство игроков склеили бласты от интоксикации еще в первые минут 10. В общем, я к тому, что во всем мире наша страна была окрещена как нон-грата. И музыки это тоже коснулось. Скажу честно, когда я увидел отказ приехать в Россию от Тиля Линдемана, я просто такой... Что? Тиль? Тиль? Который тусил в Баку, пел на Красной площади и даже сумел договориться с Эрмитажем? Человек, чье присутствие в Петербурге на какое-то время превратило расчленен град в ебли град. Отказался? Даже тот факт, что Мэрилин Мэнсон после трех лет абсурдных обвинений в свой адрес наконец-то решился подать иск в суд по делу о клевете, дабы уже разобраться с этой бывшей подружкой, удивил меня гораздо меньше. Но отказался и Тиль, и Игги Поп, и Слепнот, и Грин Дэй, и Киллерс, и Туэнти Ван Пайлотс, и многие другие. Тем не менее, лично я в их решении повременить с приездом увидел лишь здравый смысл, но, как выяснилось, люди очень сильно любят обижаться и принимать все близко к сердцу. Например, паблик Линдеман, открытое письмо, в сообщество небольшое, но показательное. Мы прекращаем освещение любых новостей, связанных с именем Тиля Линдемана, его менеджмента и других лиц, которые приняли решение отказаться от теплых отношений с российским сообществом. Мы поддерживаем решение нашего государства, и надеемся, что в скором времени все вернется на круги своя, и все, кто делает бравое дело, вернутся домой живыми, а все провокаторы понесут ответственность в рамках законодательства Российской Федерации. Мы также уверены, что западный музыкальный сегмент, включая данного артиста, вернется в Россию, как только это станет финансово и имиджево выгодно. Имиджево через И. Но уверяем и призываем вас найти что-то свое прекрасное внутри нашей большой страны и не возвращаться к этому сегменту. С уважением, администрация Линдеман Раша. Да, даже в моем сне про Канни Уэста здравого смысла гораздо больше. Ну окей, такова позиция сообщества. Я лишь привел их в пример как ярких представителей, а поверьте, они не одиноки в своем патриотичном порыве. И все же, насколько оправдана точка зрения в духе «Нас предали, от нас отвернулись». Обратимся к цитатам. Слепнот. Безопасность и благополучие наших семей во всем мире всегда были и будут нашим главным приоритетом. Концерты переносятся на более спокойное время. Imagine Dragons. В свете последних событий с грустью сообщаем, что наши концерты в России и на Украине отменяются до дальнейшего уведомления. 21 Pilots. В связи с текущими трагическими событиями на Украине мы с большой грустью сообщаем об отмене нашего концерта в Москве. Эта новость кажется незначительной на фоне всей серьезности происходящего. Мир восторжествует и мы надеемся, что в скором времени сможем посетить вас снова. Кто-то промолчал, но очевидно, мотив у всех один и тот же. Как по мне, обижаться совершенно не на что. И само собой, с этим никто не спорит. Россия – это огромный рынок, который всегда приносил им деньги. Поэтому практически никто из артистов, отменивших выступления, не высказался как-то непростительно грубо. Здесь очень много всего. Да, возможно, что в РФ в ближайшее время они деньжат не заработают, но если есть возможность не потерять рынок, то почему бы ей не воспользоваться? Но не спешите обвинять их в ушлости. Не забывайте, культуру отмены никто не отменял. Даже нейтральный визит в Россию сейчас во всем остальном мире приравнивается к поддержке ее политики. И никто их россказни про «ну мы же едем не к депутатам, мы едем к нашим поклонникам, слушать не станет». И еще одно «но». Есть такая прекрасная и известная всем штука, как пропаганда. И есть она у всех. Мы не знаем, какую и откуда информацию черпает каждый из них. Допустим, условный Кори Тейлор смотрит телек и видит митинги в поддержку Украины. А условный Тиль любитель русской девочки. «Я люблю русские девочки». Может смотреть переводы какого-нибудь Соловьева и быть в замешательстве, образно говоря. А если хотите конкретики, вот вам элементарное сравнение. Мы живем в России, мы находимся в одних и тех же условиях, пытаемся искать информацию об одном и том же. Но при этом страна разделилась чуть ли не 50 на 50. Одни говорят «Остановитесь, это же безумие». А другие «У нас не было выбора, идем до конца». А они граждане других стран. Знаете, вот сейчас все вокруг говорят «Я вам говорю, эти пиндосы, они вообще охренели. Они, значит, сюда приезжают, зарабатывают деньги, а потом уезжают». «Приезжают только к вам». «А они вас заставляют слушать свою музыку». «А покупать билеты на их концерты». А вы в курсе, что организаторы как бы тоже зарабатывают?» Опустим тот факт, что сопоставление некорректное. Америка их родная страна. Если на то пошло, в РФ тоже многие концерты не отменили. Но, допустим, в том-то и дело, что они все прекрасно понимают, поэтому и обходятся без громких заявлений вроде «Никогда и ни за что». Но нашим лишь бы обидеться. Окей, допустим, вы всей душой поддерживаете происходящее, но вы хотя бы отличаете, неужели Мадонна, напрямую сравнивающая Владимира Путина и Адольфа Гитлера в своем инстаграме и, простите, мы вынуждены переносим до лучших времен, это равнозначно. Я не отрицаю, бывает, вон, Ди Перпл собираются вернуть автограф Медведеву, но, по-моему, большинство артистов высказываются вполне политкорректно. Под некоторыми роликами мне попадались комменты с посылом «Озвучил очевидную мысль!» Но я же не виноват, что большинство очевидных вещей до людей доходят тяжелее всего. Вот смотрите, вопрос на засыпку. Что в принципе важнее для музыканта? Песни или концерты? Правильно, для состоявшегося и то, и то. Но выпускать альбомы можно и без концертов. А вот кому всрался концерт-исполнителя, не выпустившего ни единого трека, это вопрос. И теперь просто задумайтесь, готов ли тот же Ти Линдеман из-за парочки выступлений в России в столь накалившейся обстановке рискнуть всеми своими проектами, включая Рамштайн? Готов ли он взять на себя ответственность за товарищей по команде, за менеджеров, за пиротехников, за всех причастных, дав им стопроцентную гарантию, что они без работы не останутся? Готов ли он из-за парочки выступлений лишить всех фанатов по всему миру нового материала? Я знаю, я уже много раз это произнес, но культуру отмены недооценивать не стоит. Тот же Мэнсон из яркой эпатажной фигуры превратился в эхо, доносящееся откуда-то оттуда. Как вы думаете, готов ли Кори Тейлор поставить все и всех на карту? Тут только глупо не поймет, что даже для россиян отмена концерта в Москве это огорчение лишь для тех, кто собирался пойти на этот самый концерт в Москве, остальным пофиг. А вот услышь они «твоя любимая группа больше не выпустит ни одной песни» им будет уже не так пофиг. Понимаете? Смотрите на ситуацию с разных сторон, толпы обиженных и напомнили мне о важности творческого эгоизма. Ведь если ты всегда делал что хотел и как хотел, ты не разочаруешься в своих фанатах. Посмотрите на Алишера. Ему плевать, любите вы его, не любите, он делает что хочет и на этом зарабатывает. И голова у него лишний раз не болит. А теперь посмотрите на ребят из группы Грот. Когда они сказали «нет войне», их зачмырили и закидали вопросами. А че вы молчали раньше? Они выкатили пост, где ответили и раньше подобные темы мы затрагивали в своих треках. Что вы думаете? Их опять зачмырили и засрали. Догадайтесь, у кого из них сейчас голова болит меньше. К сожалению, как показывает практика, любовь аудитории, несмотря на годы, проведенные вместе, не постоянно. Андрей Пирокинезис пытается экспериментировать, ему пишут «делай как раньше». Андрей делает как раньше, ему пишут «да, сплошные самоповторы». Одна из версий, почему Честер Беннингтон в конце концов сломался, решив покончить жизнь самоубийством, упирается в депрессию, вызванную резкой критикой их последнего альбома. Хорошего альбома, но не такого, как обычно. Это ваши кумиры. Они решили выпустить один альбом, один, сука, альбом, немного другим. Ну чё вы разнылись? Вот вам пример менее масштабный, но коснувшийся меня лично. Когда я опубликовал подкаст со Стасом, на мой взгляд, крайне интересный подкаст, повысиралась целая пачка мудофилов, которые писали «Ясно, хуйня, отписка, смотрел тебя несколько лет, но сейчас отписка». Опустим тот факт, что ты, фуцан, оценил контент, даже не ознакомившись с ним, но ты смотрел меня несколько лет, тебя всё устраивало, а потом одно видео и «Ну всё, скатился, отписка». Вот таких и называют потреблядями. И таких сейчас повылазило море. Пошелестите комменты в соцсетях. Чё, Тиль, как-нибудь проживём. Ой, слепнот, ну тоже, мне очень-то и хотелось. И гип-поп, ну да, ну да, а то у нас своих артистов нет. Вот и вся любовь. Вот вам ваши всякие эти красивые штучки модные, мы без них проживём. Простите, а какой у вас телефон? Ойфон у меня, новый. Старый я сломал. А чё, оба не сломали? Я, ну, новый айфон снимал, как ломаю старый. Ну вы поняли, да? Все вдруг стали плохими, все вдруг стали врагами. И ладно, ещё это говно, но творчество, у творчества вдруг появились территориальные границы. Ну это же музыка, ну пиздец вы блядь. И всё это спровоцировано тактичными, абсолютно обоснованными отказами от грядущих выступлений. Не вообще никогда больше не приедем, суки умрите, а пока вынуждены перенести. Так какой смысл убиваться за фанатов, если они в любой момент способны от тебя отвернуться? Именно поэтому большинство артистов в первую очередь и опираются на эгоизм. А уже потом всё остальное. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы, как говорил Андрей Миронов, легко любить ушедших, а что насчёт живых? Теперь касаемо возможной блокировки ютюба, о которой ходит так много слухов. Пока платформа работает, я буду выпускать на ней новые видео, хоть нам и отрубили монетизацию. Поэтому, если вы здесь впервые, можете подписаться на сам канал и жмэкнуть колокольчик. Работаем до последнего. Однако, в случае блокировки контент всё равно продолжит выходить, но уже на других площадках. В описании и в закреплённом комменте я оставлю ссылки на соцсети. ВК, потому что российская, телега, потому что пашка и инста на всякий случай. Если не хотите пропустить грядущий материал, присоединяйтесь. Ну и напоследок, то, о чём мне сказать надо, но говорить не хочется. Когда ютюб отрубил монетизацию, без каких-либо призывов начали оказывать каналу посильную финансовую помощь. Реквизиты в описании были всегда, но подписчики не дадутся врать, я о них никогда не говорил. И сейчас бы не сказал, хочется лишь попросить вас не забывать подписывать ваши сообщения, если вы вдруг что-то отправляете, чтобы в последующих выпусках я мог в знак благодарности хотя бы выносить ваши имена на экран. Ну а на сегодня всё. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok